Здравствуйте, добро пожаловать в школу эмоционального интеллекта. Меня зовут Алексей Красиков и сегодня долгожданное видео о хайповой, нашумевшей теме. Это тема 5G, это тема чипирования, прививок, глобального заговора и в общем всей этой темы. Конечно, Виктория Боня ярко добавляет проблемы психиатрическим службам и психологам, психотерапевтам. Конечно же, все эти социальные сети, они могут обострить текущие состояния, усилить имеющиеся. И давайте сегодня об этом с вами поговорим. Я хочу рассказать и свою позицию по поводу теоретической возможной биоинженерии и как бы выглядела бы и как выглядит сегодня реальность. И сегодня в видео вы узнаете о том, что действительно чипы уже вживлены в людях. Я знаю людей лично, в которых вживлены чипы и сегодня я об этом вам расскажу абсолютно без купюр. Но перед тем, как я об этом расскажу, я хочу объяснить вообще всю эту историю с точки зрения психотерапии, с точки зрения науки. Значит, очень важно понимать, что всегда, с покон времен, человечество переживало определенные кризисы. Это войны, это катастрофы, это эпидемии или просто какие-то экономические кризисы. И вот в период таких социальных сложностей, в период таких социальных потрясений тревожность у людей, безусловно, поднимается. И данный кризис не является исключением. Тревожность и так у людей была достаточно высокая. Ипохондричность, невротичность, в ряде случаев пограничность была очень высокой. И когда случаются вот такие идеальные штормы в виде COVID-19, карантина, яркой картинки по телевизору, тревожность очень сильно нарастает. И это дает почву для сублимации различных конспирологических теорий, которые были всегда. Всегда были истории про инопланетян, всегда были истории про заговор, всегда были истории про масонов, всегда-всегда с покон веков были подобные истории. И усиливались они в период, когда у людей обострялись тревожные эпизоды в жизни. Физиологически это можно представить как смена психологической доминанты, когда одна часть зоны мозга перегружена тревожным состоянием, и ей надо найти сублимацию или выход этой внутренней тревоги. Так формируется ипохондрия. Я напомню, когда у вас с мужем или с работой, или с какими-то обстоятельствами много тревоги, вам эту тревогу надо куда-то слить, и так формируются ипохондрические состояния. Вдруг сердца, вдруг здоровье, вдруг кишечника, вдруг рака, вдруг онкология. Вы начинаете ходить по врачам, вы начинаете исследовать себя, вы начинаете изучать в интернете симптомы рака, симптомы аллергии и так далее. Вот точно так же приключилось с 5G, вот точно так же приключилось с чипами, с прививками. Уровень тревожности в доминанте стал настолько высоким, что массовая сублимация пошла вот в эти истории, что на самом деле стоит за ковидом, а что на самом деле стоит за 5G. И это просто массовая сублимация, не более того. Я вас тут разочарую. Это массовая сублимация тревожности населения. К сожалению, государство здесь делает фундаментальную, на мой взгляд, ошибку. Я не могу объяснить, почему. Они не могут объяснить на уровне физики, на уровне электроинженерии, о том, как на самом выглядит отличие технологии 4G, 3G, 2G от 5G и 6G, о том, как выглядят технологии и в чем, собственно говоря, потребности интернет-современности и будущего, какие технологии передачи информации в будущем уже развиты и какие под них нужны объемы трафика, для чего делается именно возможность передачи трафика более скоростного. Вот, к сожалению, разъяснительная работа здесь не ведется. И ввиду отсутствия этой разъяснительной работы, туда выходит массовая сублимация. И достаточно небольшой фразы про увеличение температуры на мышах и так далее, и тому подобное, которое является просто исследованием, сразу люди за это хватаются. Ровно так же невротику достаточно просто в сети найти там симптомы рака желудка и найти у себя сходные симптомы, как он ставит себе диагноз рак желудка и уже лежит, значит умирает, со словами точно все, приехали, конечное. Вот, поэтому плохо то, что по поводу 5G не ведется. Из-за разъяснительной работы большинство людей, которые в интернете рассказывают вам про 5G, не смогут вам объяснить, чем отличается 4-3 от 5G. Не смогут. Максимум, что они смогут, это очень тревожно и невротично рассказать, что это опасно, рассказать, что это ужасно, но когда вы попросите конкретное исследование, что вы там ходите с дозиметром там, да, или что чем же технически-то отличается, что это за физика такая, да, они вам это не расскажут. У меня сегодня утром была дискуссия, человек писал, что это опасно, это облучает. Я говорю, ты лично видел это облучение, ты ходил, исследовал, значит, вышку, облучение, мерил. Нет, не мерил. Но это физика волна. Я говорю, какая конкретно волна, какая конкретно физика? Ну, я не специалист, не знаю. А где ты это услышал? Я это в интернете прочитал. И вот так, в принципе, вся история при 5G, что некая физика, некая микроволновка, некая температура. При этом технология 5G была с 2017 года развивалась во всем мире. Ряд стран уже давно на ней работают, вы просто об этом не знаете. Ряд стран уже работают в системе LTE+, Pro Pre 5G. Проблема 5G заключается в том, что это дорогая технология. Она потребует замены огромного количества коммуникаций под новые технологии. Это очень дорого. Первая, Мегафон, по-моему, у нас в России будет стараться развить эту дорогую технологию. Это потребует замены огромного количества инструментарий, индустрии. Но это необходимо, потому что тот объем трафика и тот объем качества интернета, который хочет People, он не может вывозить уже на 4G. То есть вы же хотите смотреть онлайн хорошо фильмы, вы же хотите видеть видеоконференции в хорошем качестве, а не вот этот вебинар, где все плывет в квадратиках. Вот для этого, собственно говоря, технология развивается. И там будут потом и 6, и 7, и 8G, потому что объем трафика, объем скорости не будет стоять на месте. Вот. Печально, что люди, не разобравшись, к сожалению, начинают вот эту сублимацию. Значит, что касается... Вот я хотел объяснить, да, почему такая вот истерия возникает. Значит, есть отдельная категория людей, которые называются маниакальными состояниями, которые называются манией, обостренные психозы в результате употребления айуаски, в результате псилоцепинов, воздействия на головной мозг, когда у человека возникает мания преследования, закономерности, когда у человека возникает определенная теория заговоров, и когда это наслаивается психоз, особенность это психоз у блогера после галлюциногенов и спайсов химических, когда это наслаивается на социальную сублимацию тревожности, и блогер с миллионной аудиторией из-за собственной измененной нейрохимии, да, начинает создавать это, это фатально для общества. Я призываю правоохранительные органы обратить внимание на вот таких блогеров, которые после употребления наркотических препаратов усиливают, усугубляют течение вот этой всеобщей истерии и тревожных состояний, потому что это реально опасно для населения. Конечно, в большинстве случаев это сойдет на нет, но, понимаете, я бы на месте государства вот этим блогером еще раз погрозил бы дубиной, как это было сделано в истории «Зимней вишни», в которой я непосредственно принимал участие. Если вы помните, вот эта тревога социальная выплеснулась в неуместную историю фельдшера, где он видел якобы 300 трупов в мешках, которые никому не показывают, это подхватили, естественно, блогеры, и вот подхват блогеров этой непромеренной информации создало вот такую массовую истерию. Я успокаивал людей три дня, мне приходило вагона дерьма, «Какой я, значит, плохой человек и поддерживаю теневое правительство», а не скрывая 300 трупов. Потом Соболев извинился и все блогеры извинились, им погрозили пальцы, но я считаю, что их надо было оштрафовать и заблокировать канал как минимум в виде штрафа на три месяца. Но, к сожалению, наши власти слишком лояльны к такому вот безответственному поведению. То же самое, та же лояльность сейчас происходит. к сожалению. И, конечно же, потом этот фельдшер сказал, что он пошутил, он не думал, что это так разлетится. Соболев удалил видео, и все блогеры сказали, «Ну, мы и думали, это правда, ха-ха-ха, хи-хи-хи-хи-хи». И все это, в общем, сошло на нет. Я думаю, что с 5G и с чипами будет примерно так же, но вот этот объем тревожности и вот этого слива и колокотания, ссор и пересудец, я думаю, что он не приведет ни к чему хорошему. Вот это разделение людей на два лагеря, мне кажется, это не есть хорошо. Вот. А блогеров, которые переели наркотиков, я считаю, их нужно дисквалифицировать, в принципе, по статье 217 или 207 части 1 за распространение ложной информации, повлекшей за собой определенные социальные проблемы. И я думаю, что государство надо обратить пристальное на это внимание уже давно, потому что та ваханалия, которая происходит у нас в интернете по поводу чипов и 5G и прививок, она должна быть на государственном уровне остановлена. А не только остановлено снятие с эфира вот этих бредовых историй, да, программ и там и так далее. Я думаю, что аккаунты в Инстаграме и в Ютюбе должны быть заблокированы подобных людей. И государство должно выступить с обращением, с рассказом об этих вещах. И больше проводить разъяснительную работу, помогая тревожным людям правильно понимать технологию отличия 4 от 5G, объяснить какую-то хотя бы элементарную физику, объяснить безопасность и риски, объяснить, что такое пневмокок, это про прививки, объяснить, что какие проводились исследования и то, что их конкретные якобы факты, особенно про аденохром и кровь младенцев, которых пьют королевские семьи, ну, это, конечно, забавно. но у нас государство выбрало Владимир Владимирович, Владимир Владимирович выбрал такую политику, что он почему-то не заходит до объяснения вот таких бредовых, тревожных конструкций, я считаю, это большая ошибка на самом деле. Его репутация, рейтинг никак не упадет, если он будет объяснять эти заблуждения, а он почему-то считает, что он считает это ненужным, понимаете, есть, что это ошибка. Что касается чипов, то, что я вам рассказал, действительно, в современной медицине, в современных технологиях вживлены действительно давно, уже относительно, ну, относительно сколько там лет, я не помню, или 10, наверное, как уже вживляют чипов людей. Я лично знаю людей, которые действительно живут с этими чипами. У меня этого чипа нету, и надеюсь, не будет, но я знаю людей, которых он есть. Эти чипы разрабатываются в разных странах, и операции по вживлению этих чипов проводятся ежедневно. Эти операции спасают людям жизнь. Благодаря этим чипам наши родственники, друзья и знакомые все еще живы. Эти чипы называются водители ритма сердца. Они крепятся на верхушку сердца, вшиваются и помогают предотвратить фибрилляцию желудочков и нарушение ритма сердца. Это чип, который генерирует электрический разряд при нарушении ритма. Это тот самый чип, о котором мы можем говорить. На большее, к сожалению, медицина пока что не шагнула. но если представить, что наша биоинженерия шагнет дальше и будут какие-то чипы подобных кардиологическим, которые смогли бы выводить на предположим монитор показатели сахара для диабетиков, показатели сатурации для легочников, показатели мочевины и ПАЖ для почечников, показатели различные, которые необходимо контролировать при необходимости. Например, многие дети халатно относятся к контролю сахара и пропускают мониторинг сахара, и на девайсе родителей было бы видно уровень сахара. Плохо это или хорошо? Мне кажется, это хорошо. Если бы проблему с легкими почками можно было контролировать с помощью этого чипа онлайн, смотрев сатурацию, смотрев уровень токсикации крови, плохо это или хорошо? Хорошо. Те же чиповые и современные технологии сделали стенты. Это такие кольца, которые ставятся в артерию сердечную для того, чтобы предотвратить ишемию, ишемический спазм, и для того, чтобы предотвратить инфаркт миокарда. Благодаря этой чиповой микротехнологии многие наши люди остались живы и живут, их жизнь продлена на десятки лет. Стенд и чип качественно продлевают жизнь сердечным пациентам. Плохо это или хорошо? Мне кажется, хорошо. Если такие чипы мониторинга будут созданы для здоровья, это будет прекрасно. Но, к сожалению, планете до таких технологий пока что далеко. Второй вариант чипизации, который возможен на сегодняшний день, это геолокационные чипы. Здесь возникает философский вопрос по поводу геолокационных чипов, насколько их можно удалить, насколько их не можно удалить. Но давайте представим себе, что в какой-то период времени наша цивилизация пришла к тому, что при рождении ребенка каждому ребенку вводят геолокационный чип. Мы сейчас фантазируем на Звездные войны. Что дает геолокационный чип, который нельзя удалить, который нельзя заглушить? Во-первых, любой родитель знает, где его ребенок, что его не насилуют в лесу, что он в школе или он в детском саду, или что он дома. И плохо это или хорошо? Я думаю, хорошо. Во-вторых, вы прекрасно понимаете, что заканчивается история Уголовного кодекса, потому что всегда вы знаете, кто проник в вашу квартиру, кто угнал вашу машину, и правоохранительным органам остается просто найти этого человека по геолокации. И здесь вообще логика совершения ограблений и преступлений, она как бы заканчивается, то есть поиск составляет считанные дни этого человека. Плохо это или хорошо? Ну, предположим, совершили уголовное преступление относительно ваших детей или близких или родственников. И с помощью мониторинга геолокации этого чипа человека, который совершил это деяние, нашли за один час, два, три. Плохо это или хорошо? Мне кажется, это хорошо. С другой стороны, мы можем сказать, что отсутствует тайна понимания передвижения. Но в современном мире, если вы кому-то понадобитесь, то отследить ваш телефон и вашу геолокацию по телефону это не так сложно. возникает философский вопрос. Готовы ли мы пожертвовать тем, что спецслужбы будут всегда знать, где мы находимся во имя того, что не будет криминала и не будет вот таких проблем. Это философский вопрос. Мне лично все равно, знает ли спецслужба, где я нахожусь или нет. Но если это позволит мне не закрывать квартиру, не закрывать машину, быть спокойным за своих детей и близких, понимать, что любое уголовное преступление относительно моих близких будет расследовано и виновный будет пойман, если плата за это это понимание, где я нахожусь, но лично я за. Но я думаю, что до такого нам еще очень далеко. Поэтому давайте подытожим. Вот эта вся тревожная сублимация в 5G, в прививке, в чипы это проявление тревоги общества, которая гипертрофируется за счет вот таких вот нездоровых людей, как некоторые блогеры, которые перепили галлюциногенов айуаска, переели псилоцепинов грибов и, к сожалению, создают вот эту почву для сублимации. Закончится коронавирус, закончится высокая тревожность, сразу видите, как закончится эта тема с вот этой истерии. Ну и последнее аналитическое наблюдение, которое мне бросилось в глаза, что вот люди, которые подвержены вот такому виду сублимации 5G, вот это чипы и все, что с этим связано, это те же люди, которые подвержены истории сахар это яд, глютен это зло, значит, всемирный заговор, значит, нам добавляют ГМО, то есть, это та же самая аудитория. И эта аудитория очень тревожных людей, которые свою социальную и личную тревогу вот пытаются как-то материализовать, да, в виде вот такой вот проблематики. Спасибо, что вы слушали ваш Алексей Красиков, школа эмоционального интеллекта. Пишите комментарии и будьте, пожалуйста, внимательны и ответственны. Будьте критичны к своему уму и будьте критичны к фактам, а не домыслам. Опирайтесь только на факты, науку и достоверные данные. И учитесь сублимировать свою тревогу экологично, руководствуясь принципами физиологии эмоционального интеллекта. До свидания. Продолжение следует...